а здрасте всем друзья привет уленьки у нас продолжается золотой колос и идет у нас уборка поля убирается лен и оставляется нам вот такая вот замечательная соломка льняная и на стриме друзья мне тут сказали что она оказывается капец как дорого стоит принципе то что она стоит меня не удивило дорого а вот то что ее можно много продать это было прям прекрасно смотрите сухая солома льна высушенная ее много принимает на ткацкой фабрике кстати на стриме было больше но видимо заканчивается потом это обновиться в общем то если что что все нормально единственное время работы у них с 10 до 21 00 я вот не знаю то ли утром это вести делать то ли не утром принципе есть еще два часа чтобы вывести ее отсюда поэтому не проблема но друзья есть другое но эту всю солому надо сначала переворошить а потом уже возить работает это именно так но еще какие изменения кстати раз уж мы тут начали серию до 7 часов вечера сейчас темнеет начнет но что поделать друзья что поделать короче упоролся я как обычно в контрактике висит у меня еще контрактик на тюковку 20 поле он мне даст много денег мы целый стрим провели вот это вот все покосить заволковать затюковать и в общем-то осталась обмотка разумеется на серии это будут делать не буду оставим это тоже на какой-нибудь стремец потом доделаем но сейчас нам понадобится этот трактор и этот трактор друзья мы отправляем в магазин пускай едет там разберемся так вот возвращаясь на поле здесь у нас убирается лен ален у нас здесь растет потому что у нас есть задание на лен контракт и как видите осталось перевести 10 кубов и этот контракт будет выполнен я собственно почему и серию то начал по факту и плюс здесь дохренища солома то есть заработаем денег но друзья эти ребята у нас пускай работают а мы погнали в магазин потому что нам надо купить некоторую технику пока друзья трактор сюда едет есть смысл пошарить в магазине посмотреть что нам надо прикупить во первых друзья всю эту солома которая там лежит нужно переворошить делать мы это будем с помощью сеноворошилки и я думаю что имеет смысл взять самую прям топовую большую самой наибольшей площадью разброса потому что она требует всего лишь 75 лошадей в общем-то для нас это не проблема как вы понимаете и да мы ее берем также после того как она все переворошиться нужно все это дело будет заволковать чтобы удобно это было собирать одной стороны хотелось бы купить вот такую вот классную хреновину типа волковый ковер или как она там правильно называется она классная а мы возьмем вот такую девятиметровую тоже легкую любой трактор с ней справится и 30 тысяч мы на нее тоже тратим также друзья нам нужен хороший фуражный прицеп для того чтобы все это дело возить желательно конечно чтобы у него было побольше объема но из подборщиком и знаете друзья на первое время видимо мы берем вот этот 80 тысяч он стоит 34 куба нормально вот она то что справа стоит это арендная возилка для тюков она в общем-то пускай стоит она нам еще пригодится потом для тюков еще друзья кстати я подумываю о тракторе например вальтера не знаю нужно она нам пока или нет самом деле нам бы еще не помешал еще один трактор по-хорошему или маленькую вальтера взять для сбора хренову знает ладно пока обойдемся без трактора ладно у нас кстати фиатик сюда приехал поэтому давайте-ка цепанем те на ворошилку и поедем на поле ворошить соломку да в общем-то этого парниша мы тоже запускаем пускай он тут все ворошит переворошит и вот в таком виде она теперь это самая соломка у нас получается сухая я думаю что они он не догонит комбайн потому что комбайну тут осталось совсем понты если он будет его внезапно вдруг догонять то мы конечно же его приостановим но тут вроде три проходки комбайну осталось несчастных сделать он должен будет справиться так со вот этого момента я не понял а чё у нас здесь не переворошилась неужели ручками нужно будет все делать я такое чувство может смещение какое-то появилось у трактора и правда она появилась не знаю почему и откуда она взялась давай тогда заново со стартовой точки дружище иди вороши еще раз плохо сделал в первый раз вот за тобой глаз да глаз нужен фэнд кстати поехала разгружаться молодец а у комбайна осталась еще одна проходка и так понимаю за один раз он справится за два раза может быть он справится ладно любом случае бункер за это время набиться не должен будет потому что фэнд приедет не скоро он кстати повез и мы уже выполним свой контракт первый контракт на лен и это прекрасно но друзья это еще не все сейчас мы запустим он ворошилка пускай работает во пошел ворошить отлично без всяких там смещений смотрите друзья у нас есть еще один трактор это вальтра который у меня дали на тюковку и я подумал что раз он у нас есть то почему бы его не использовать для того чтобы заволковать все это дело волковалку которую мне дали не дадут использовать потому что инструменты короче нельзя использовать на своих полях а трактора можно так что дружище давай иди волкуй со всей силы как умеешь тебя вроде должно получаться это неплохо да волкует все прекрасно ну и на этом друзья пока что все мы еще ждем пока освободиться фэнд который будет эту всю солому собирать и отвозить а пока он это делает я поеду съезжу запишу его маршрутик на автодрайв на ткацкую фабрику у нас там кстати с комбайном он собирает все до конца нет остается там забирает все до конца какой молодец какой красавчик значит сейчас мы его снимем с работы или в принципе пускай стоит пока еще не доедет сюда короче сейчас я сюда вернусь опаньки друзья а контракте кто у нас на поставку то выполнен и это прекрасно задание нет активных заданий у нашего товарища там еще кстати остался лен я вот не знаю надо бы его тоже выгрузить вручную он уже идет на продажу не так не так дорого и конечно но все равно отправляем его в общем то я не могу работать а сами пойдем сейчас играться с соломкой а друзья случилось внезапное дерьмо в общем то эту солому сухую подборщик не принимает то есть ее нужно лишь тюковать а это не есть хорошо ладно мы этот подборщик оставим он нам когда-нибудь понадобится но друзья нам нужен тюковщик я друзья знаете ли не любитель всего вот этого вот подобного но раз в паке с карты идет такой вот тюковщик то мы соответственно его купим за 11000 самый дешевый и сейчас я привезу его сюда да вот такой вот тюковщик мы его запускаем и вроде как он должен будет работать плюс друзья так хочу началось то все понятно что началось короче говоря он будет все это дело собирать и будет выкатывать сюда такие вот кругленькие тюки меня вроде как стоит мод чтобы эти тюки не катались сейчас мы это посмотрим только давай на собираем я здесь пожалуйста а до нас собирал ну и вроде когда они стоят на месте несмотря на то что поле под небольшим уклоном они стоят на месте между тем кстати у нас освободилась fiat который у нас все это дело ворошил и знаете что нужно сделать нам эти тюки нужно чем-то возить и мы сейчас поедем в магазин и купим это что-то а прицеп друзья мы с вами берем вот такой вот это и сделался и андерсон который мне когда-то подарили и знаете ли эти прицепы реально классные поставим не знаю зачем мишленовские колесики сюда и купим его за 50000 боже куда деньги уходит было 500 тысяч начале серии накупили техники вопрос зачем короче погнали на поле и я вам покажу как это все работает с эти волковалка уже тоже почти закончила свою работу ему осталась одна проходка мы его опять отправим на двадцатое поле пускай там ждет будем с помощью этого и вальтеры потом делать то что мы собирались значит и смотрите вот такой прицепчик и в нем есть прекрасная функция это автоподбор причем настоящий автоподбор не скриптовый а все прекрасно работает как задумывалось и что самое замечательное в этом прицепе он работает с курсплеем а что еще замечательнее он работает с круглыми тюками то есть контракты на покос на тюковку которая силостные тюки если у вас есть свой силостный тюковщик точнее тюковщик с обмотчиком круглых тюков вы можете делать круглые тюки по курсплею и сразу же их возить вот этой штукой по курсплею и сами никак не будете в этом участвовать если у вас есть еще самоходная косилка которой можно тюковщик то прицепить то ващ вообще прекрасно меня чё-то он хотят в игре не важно короче что я хотел сказать друзья в общем то я вот это вот все дело сейчас здесь соберу но отвозить никуда не буду она останется здесь я складирую эти тюки здесь потому что уже темно и особо сильно этим заморачиваться не хочется также друзья когда я это все дело по собираю я это поле опять засею удобрю и скорее всего льном почему бы и нет лен классные особенно вот эти вот тюки которые супер дорого стоят наверное ну по крайней мере так обещает игра отвезем мы их уже утром когда будет светло мы вернемся утром да и продолжим наши тюков очки наши обмотки и все остальное короче развлекаться с тюками продолжим на стриме серия друзья получилась наверное не очень длинная но различные события различные механики здесь много всего важного произошло мы контракт завершили он соломку делаем технику си купили короче много всего произошло но продолжим наверно на стриме а может быть на спонсорском стриме если мне вдруг прям в день выхода этой серии или до этого захочется постримить внезапно короче говоря мы все это поле засеем требуется известь на седьмое поле соответственно известь придется брать и известью надо будет это все дело посыпать удобрить известь короче все это сделаю друзья за кадром потом будем убирать лен также я продолжу наверное вот эту ночь упарываться в контрактике которые трактора есть свободное вы было круто чтобы было прям весело чтобы было много денег потому что надо покупать ферму надо где-то хранить урожай продавать его все время смысла нету а платить за аренду элеватора тоже мне особо не хочется так что да надо надо что-то делать да мы собираем денежки на ферму а еще кстати говоря мне в комментариях писали что зачем я объединял поля плугом если это можно было сделать с помощью чизель культиватора я в ответ на этот комментарий написал что нет дружище ты ошибаешься и со мной продолжили спорить мол нихрена подобного там же он работает как плуг написано так вот друзья не работает он как плуг он убирает пахоту он убирает красноту у поля который требует вспашку но не работает как плуг в нем нету возможности распахивать новые поля и гриль нажми f1 и почитай так вот на стриме я нажал и убедиться на всякий случай мало ли я не прав так вот нет этой херни нету и я чему это говорю я друзья не все знаю по этой игре далеко не все и периодически я даже задаю какие-то вопросы типа мол ответьте в комментариях прав я или нет и так далее но друзья если вы сами не знаете то не надо утверждать что кто-то прав или кто-то не прав проверьте сначала а потом уже утверждайте будьте людьми это не круто ошибаться причем когда ты уверен и тебя не переспорить это не круто во в общем то мы и вот давайте вот сюда вот это вот все дело скинем щас классный прицеп ромин за него спасибо выгружаем это вот так вот они красивенько здесь будут лежать об и в общем-то глушимся да в общем-то ночью я друзья все это доделаю а вы же не забывайте про то что под этим видосиком нужно поставить лайк и чем больше лайков наберет этот видосик тем больше вероятность того что стрим будет как можно раньше или серия выйдет как можно раньше честно честно вот вы на прошлой неделе собирали много лайкусиков и было много стримов и много серий каждый день что-то было да 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 так что давайте не жалеть и вообще пишите комментарии все что вы думаете по поводу этого прохождения а если вы хотите смотреть серии заранее или у нас еще иногда проходят закрытые стримы для спонсоров короче ламповые покатушки ламповые поболтушки или я не знаю как это называется короче есть друзья спонсор когда никого не заставляю просто говорю что она есть как-то так на этом друзья у меня все всем огромнейшее спасибо за просмотр с вами был никита дилы и всем пока хи